Три главных угрозы России. Да мне кажется, вы знаете, не надо искать что-то за пределами. Наверное, есть угрозы. Я даже не назову это угрозами, да, я назову это то, что меня настораживает, скажем так. Меня настораживает первое, это коррупция, которая существует. Второе, это вот эта вседозволенность, про которую мы уже с вами говорили. И третье, это то, что, ну, это третье, вот да, это бескультуре. Мне кажется, три вещи, которые внутри нас. Вот если мы с этим будем бороться, то все остальное мы легко победим. Никакие внешние угрозы нам не будут страшны. А как бороться с каждым из культур? С коррупцией так, с этого так, с этого так. Ой, с коррупцией. А с коррупцией бороться, мне кажется, должна быть ответственность. Вот просто ответственность, да. Вот если человек что-то сделал, он должен понимать, что он будет наказан. Второе, это значит у нас, что я говорил, второе, это у нас... Безответственность. Безответственность. А, нет, безответственность, да, это вот я и говорю, безответственность. То есть, пока она существует, пока люди могут уйти от ответственности. Второе, это... Подождите, значит, первое. Нет, что я говорил-то, я имею в виду... Давайте самым началом вот этот кусочек, да. Первое, коррупция, второе, безответственность. Нет, нет, безответственность. Нет, коррупция, я говорил, да, потом... Безответственность и безкультуре. А, безответственность, да, да, да. Давайте, вот самым началом, как бороться с коррупцией, как бороться с безответственностью, как бороться с безкультуре. С коррупцией надо бороться с законом, то есть неминуемость расплаты. С безответственностью надо бороться, ну, мне кажется, что должна быть сменяемость. Да, вот сменяемость. С безкультуре, ну, скажу глупую вещь, наоборот, с культурой. То есть культуру нужно развивать и, может быть, даже насаждать. Я помню наши походы в театры, я помню, как нам давали билеты, как в школе, да, вот как мы ходили, как все равно преподавали литературу. И хочешь или не хочешь, все равно были разговоры на эту тему. И с моей точки зрения, все равно культурный уровень он был. А закончился он вот в эти 90-е годы, которые мы, слава тебе, Господи, все пережили. Поэтому мне просто кажется, что на культуру надо выделять больше денег, надо... Ну, вот, еще раз говорю, с безкультурой надо бороться с культурой.